Радостное оживление царило в конференц-зале администрации Ленинского округа. Здесь чествовали Валерию Вахонину. Девушка с ограниченными возможностями здоровья занимается живописью. В прошлом году даже был выпущен календарь с ее работами. Эти удивительные картины однажды я увидела, когда мне подарили большой календарь. И там было много замечательных цветов разных. И я с этим календарем встречала каждый новый месяц года. И вот прошел ровно один год, и вдруг наша Валерия выиграла конкурс. Победа в межрегиональном конкурсе «Всесоюзное общество инвалидов. Территория мастеров» – очередное признание ее таланта. В конкурсе приняли участие 187 человек с инвалидностью из 14 регионов Центрального федерального округа. Так что победа далась нелегко. Тем приятнее подарки. – Какая прекрасная игрушечка для тебя, чтобы тебя радовала. Здорово? – Можешь я рядом поставить? – Да, вот сюда. Поздравить победительницу помимо руководства администрации округа пришли сотрудники Дворца культуры «Видное» и представители местного отделения партии «Единая Россия». Естественно, все не с пустыми руками. – И это тебе однозначно пригодится. Это набор для творчества. Это краски. Будешь рисовать и радоваться дальше своими прекрасными работами. – Да. – Согласна? – Да. – Спасибо. – Держите. – Браво! Получила награды и подарки и преподаватель живописи Елена Климашина, благодаря которой раскрылся талант Валерии Вахониной. Пример девушки показывает, что для людей с ограниченными возможностями здоровья в творчестве нет границ. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.